Всех с возвращения в мир Kings Bounty. 43 серия, друзья. Находимся в Орлании. И у нас проблемы с войском. Давайте, наверное, отправляться искать, где можно бы себе что-нибудь купить. Так, у нас тут нежить тусит. Так, а где же что-то можно нанимать? В башне Резо, может быть? Давайте карту вообще откроем. А, карта у нас опять закрыта. Потому что карта была обновлена. Ну вот трактир. Карадун. Карадун пустой. Вот тут еще какое-то заведение. Давайте туда слетаем, посмотрим. Да, карта полностью обновлена. Непонятно совершенно зачем. Здесь только пусто нет. Ходят эльфы. Зачем ходят? Непонятно. Что они тут ищут? Так, здесь заданится. Но пока это нам не нужно. О, вот. Вот, вот. Что это такое? Что это такое? Тут чертов эльф. Ну, похоже, что это не активное дело. Неужели только в трактире здесь можно нанимать? Так, еще раз. Надо лететь прямо и немножечко потом взять направо. Тогда мы увидим... Тут чего такое? Эльфийский охранник Лин Терьен. Наверное, с ним надо будет говорить тоже о чем-то. Ага, вот у нас. Лучшие украшения в Орлане. Давайте попробуем. Так. Ну, а это ты, Олаф. Заходи, чем я тебе могу помочь? Покажи-ка мне свои лучшие товары. О! О, о, о. Алхимик. Но их очень мало, друзья. Очень мало алхимиков. Сорок. У нас их хотя бы штук восемь из должно быть. Точно. Да, гном. Ничего интересного себя не представляет. А что у нас на выбор? Либо эти, друзья, либо пираты, да? А мы не можем никуда попасть. Я бы сейчас смотался бы к эльфам бы. Взял бы лукарей у них туда-сюда. Или мы пока не можем покинуть этот остров, как вы думаете. Так. Где тут трактир-то был? Там пираты. По-моему, еще какая-то дрянь. Ну, что-то совсем неинтересное. Вот есть корабль. Можем попробовать сплавать куда-нибудь. Там, надеюсь, острова не обновились. Ну, в Гринвард, наверное, нет смысла возвращаться. Хотя можно попробовать сломать игру. Ну, здесь пираты и лукарей. Не можно, теоретически, взять. Но, опять-таки, их, видите, меньше, чем мы их можем себе. Вернее, наоборот. Ну, да, их меньше, чем мы можем взять себе. То есть, зачем? Смысла нет. Давайте попробуем, действительно, поплавать. Вот интересно, что будет, если вернуться в Гринвард? А-а-а. Так, ладно. Тут наверху ничего не продается, я вот не помню. Здесь художник. По-моему, он тоже что-то продавал, нет? А-а-а. Феечки, растения, энты. Ой, зачем мне эти саженцы? Растокэнта. Ну, ладно, давайте уже используем, раскупили. Семь энтов. Ну, возьмем, наверное, энтов, хрен уже с ними. Все равно их мало, да? Зря деньги потратил. Тут, тут наверху ничего не продается, я уже не помню. Нет, ничего не продается. Ну, сейчас мы их выгоним, просто, этих энтов, да и все. И возьмем то, кто нам нужен. Так. Ух ты, руна магии, это здорово. Вот, в Гринвард. Интересно, сможем мы туда попасть? Да? Гляньте-ка. На удивление. В Гринварде никого новых не появилось. Прикольно, че. Так, что здесь? О! Архимаги, ну, берем, че. Архимаги, это хорошо. Ага, тут у нас, в общем, засада. Давайте издалека глянем хоть, кто тут че охраняет. Непобедимый. Это же Эрик, наш брат, но он, смотрите, в какой-то демонической форме. Восемь, ну, почти девять тысяч скелетов лучников, семьсот вампиров. А, и еще четыре тысячи лучников, и еще. Уууу, да тут все серьезно, друзья. Да, нам явно надо будет еще прокачиваться. Ого! Десять с половиной тысяч скелетов лучников. Нам явно надо будет прокачиваться и прокачиваться. Прежде чем мы здесь сможем что-то побороть. Ладно, мы взяли Архимага. В принципе, я предлагаю свалить тогда на остров эльфов. Там под закупица. Так, это Мерсалар. Можем взять обычных эльфийских лучников еще. Ну, тут только энты. Не знаю, бумаг брать не будем. Энтов не хочется, конечно, брать. Ассасины. Тоже не очень. Черные пони. Это следопыты. Так, да что ж такое? Что за всякая ерунда тут? А где же обычные стрелки? Вот это обычные. Нет, это тоже следопыты. Удивительно. Белые поньки. Так, здесь закрыто будет. Кстати, мы здесь разгрузились. Смотрите, вот у нас есть обычные эльфы. А есть еще инженеры. 68. Ну, мало, конечно, но это лучше, чем энты. Возьмем. Кстати, их показывают, что больше, чем мы могли бы унести. Однако. Вот, друзья, мы просто наполнены смыслом. Сейчас я поеду еще куплю. Так, оставим тогда здесь инженеров. А что, я их не могу взять. А через шифт? Через шифт. Так, а сколько я их могу взять? 45. 45. О! Так, и мы сейчас еще про запас себе возьмем. Следопытов. И у нас будет отличная армия. Правда, гномы, конечно, с эльфами не ладят, да? Но я не вижу никого лучше. Кого бы мне взять? Что за мораль? Нейтральная. Ну, походу, работает вот этот наш навык, убеждение, что уменьшает штраф морали от минус одного до нуля. Вот. Люди-викинги. Так, ладно. Все, в принципе, я думаю. Армия у нас хорошая, прям. Прям замечательная. Что только так мало инженеров. У нас лидерство так сильно опустилось, или? Да вроде нет. Я, наверное, инженеров с собой таскал с запасом. Хорошо, что мы эту нычку нашли. Все, друзья. Теперь-то мы Орланию зачистим вообще замечательным образом. Прямо здесь выходим и начинаем работать. Вот здесь у нас атака. Плюс один. Ну, это у нас тут вампиры. Смертоносные горят. Ну, их тут реально до хрена. Гляньте, пять тысяч скелетов. Ого-го-го-го. Куча привидений и вампиров. Что-то прям Орлания так жестко меня приветствует. Прямо все жестко. Так, друзья. Наверное, нам надо еще тогда по магии пройтись. По раскачке героям. Так, ну что. У нас куча, в принципе, всего. Я думаю, мы можем и хаосу выучить, и искажения. Ну, руны я не буду, наверное, учить. Давайте еще глянем на руны. Ну, у них есть, конечно, хорошие заклинания. По-моему, как раз Гейзер. Вот этот вот. Большой он урон наносит. Ну, как бы... Ну, как бы... Ну, как бы... Так, у нас есть броня Титана, улыбка Фортуны. Надо дать, кстати, Ворону задание. Чтобы он... Написал нам что-нибудь. Так, хочу, чтобы ты написал для меня свиток. Дарк камня, я не помню, что дает. А, по-моему, что-то там кристаллы. Ну, давайте напишем Дарк армию. Так. Ну, что... Ну, что... Армагеддон, скорее всего... Свои отряды получают лишь 50% урона. Вот не знаю, если третий уровень... Будет ли так, что мы не будем получать вообще урон? Вот тоже бы, конечно... Ну, в любом случае, мы должны, по идее, найти еще огненный шар и метеорит. Я удивлен, почему мы до сих пор не нашли такие заклинания. Ну, баран, конечно, это круто. Уровень цели 1-2. На втором уровне, наверное, будет 3. И на третьем уровне будет 4. Ну, а пятый вряд ли можно будет превратить в барана. То же самое и касается злой урок. Жертва. Дыхание ада. Дополнительный урон огнем. Хотя, не знаю, магия хаоса пока... Ну, ради барана и злого урока. Армагеддон вот тоже под вопросом. Если бы было так, что свои отряды получают 0 урона... Да я бы выучил. Но мне кажется, что нет. Он, наверное, снизится, может, там, до 25-ти, до 20-ти. Но все равно самого себя долбить Армагеддоном. Ну, что-то... Это только в крайнем случае. Если мы будем проигрывать, тогда только... Не знаю. С другой стороны, куда нам девать эти кристаллы? А с третьей стороны, возможно, мы найдем... Какое-нибудь... Какое-нибудь здание, где их можно будет обменять. Понятно, что по невыгодному курсу, но... Все равно, видите, у нас сколько этих рун магии. Может, пока не стоит все-таки с магией хаоса. Подождем пока. По поводу магии хаоса. Вот очень хочу найти... Один... Одну руну духа. Так, что у нас? Новые артефакты. Один защита, один скорости туда-сюда. Разрушить. Щит... Грифоны, что-то там. Плюс 3 интеллекта. Использование дает плюс 3 интеллекта. Доступно после трех побит. Ух ты. Куда можно нацепить? Ммм... Ну, можно действительно... Вместо ворона, наверное, пока... Вместо ворона... Сделать 3 победы, использовать его и разрушить. И разрушить. А потом ворона нацепим обратно. Так, ладно. Давайте прокачаем магию искажения до второго уровня. Точность. Урон плюс 54 на стрелков. Замедление. Снижает скорость на минус 2. Камень кожа. Физ урону. 39 на снижение инициативы. Акобы магии. Уровень цели 1-4. Лидерства много. Источник магии. Защита плюс 13. Мана плюс 5. Ну, мана плюс 5, что это такое? Зелать колоболе. Будут возвращать... 143% урона. Это сильно. Это сильно. То есть, больше будут возвращать, чем нанес нам. Так, здесь... Что у нас? Дистанционный урон. Минус 50. Узимая скорость, конечно, 62. 5 раундов. Ну, что-то усиливаем. С ловушкой усилим. Почему нет? Вот такой вот урон. Теперь 2800-4200. Довольно-таки неплохо. Фантом. Теперь у нас здоровье фантома 58%. Неплохо. Телепорт. Теперь позволяет на расстоянии 6 гексов переносить. Экзорцизм. Теперь 4580. А призванным существом практически двойной урон. Гипноз. Теперь уровень цели 1.3. Лидерство повысилось. И возврат времени. Теперь уровень цели 1.4. Выбран отряд к состоянию начала прошлого раунда. Очень хорошее заклинание. Так. Мана есть. Что? Выпить? Выпить. Ярость и напасть. Я прям не знаю. Честно говоря, конечно. Мы здесь не проходим. Судя по всему, да? Давайте подплывем тогда. Какие у нас квесты на этом острове есть? Ну, нам надо поговорить с архимагом Ризо. Найти и убить дракона Вервирова Кровавого. Где-то на острове Эльфов. Надо было его найти. Я же там как раз был. Армии Орков. Нордлинг, Вестлинг, Фастланд. 10 существ 5 уровня. Регине надо отдать. Вот это можно было устроить. Ну, ладно. Доспехи Тора. Найти щит Тора. И доспех Тора. Где же их найти, пока непонятно. Бросить часы в лаву источник, что находится в Демониси. Наследие Энта. Привлечение к аренитуре. Говорящие медведи тоже с Ризо надо поговорить. Это Рифланд. Ну, ладно. Пока здесь надо с Ризо поговорить. Ну, я думаю, в первую очередь зачистим остров. Но что-то тут опасненько. Опасненько, да? Как-то прям... Что, может, начнем с драконов? Смертоносные. Боже мой. Ну, 7800 скелетов и лучников. 229 некроматов. 598 привидений. 14 костейных драконов. Ё-моё-моё. Как со всем этим бороться? С моей армией? Я, честно говоря, немного не представляю. Мы тут... Может, что-нибудь попроще себе поищем? Ну, тут все такое. Гляньте, сколько скелетов. Жесть. Вот этот вроде попроще будет. Но скелетов, наверное, надо убить. Интересно, скелетов можно в баранов превращать? Ладно. Была, не была. У нас там уже ярость упала, пока мы тут ходим, бродим. Давайте на скелетов нападать. 8000 я не представляю. Сейчас они еще кости кинут. И вообще начнется ад. Чтобы они не кинули кости, надо их срочно занять. Они должны быть все заняты. Так. Лучники у нас расположились вот таким вот нехорошим образом. Кстати, что я уже забыл. Что нежить? У них к чему слабость? К святым атакам? Ага. Защитят яда. Ну, так себе. Так, ладно. Что мы сделаем, наверное? Возврат времени, если что, будем не забывать. Обязательно не забывать использовать. Так. Так, так. Баран. Да, можно любого обратить в барана. Может быть, мы действительно так и сделаем? Чтоб вот этот не стрельнул. Да, я молодец. Я не рассчитал, что баран 30 стоит. Я феникса не вызову за этот ход, а? Вот уж действительно я молодец. Вот уж действительно. Посмотрите, какая у них защита от лукарей. Ну, вот тут неплохо пробил. О, ну тоже так себе, скажем. Ну, гипноз, понятно, не сработает. Вызов. Ох, давненько мы не играли за инженеров. Я соскучился по ним. 59 машин. Не, их явно у нас раньше было меньше. Так, в глухую оборону уходим. Надеюсь, он продержится хотя бы парочку ходов. Нет, ни хрена. Сейчас мы будем выхватывать жестко. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Это жестко. Надо будет возвращать возврат времени. Сколько стоит возврат времени? 30. Что так все дорого, друзья? Что так все дорого? Я в шоке. Все потому, что я не рассчитал с бараном. Прямо вот от слова совсем. Прямо вот от слова. Тысячу пробил. Гад. Посветим. Если я сколдую возврат времени в следующем раунде, его вернут на начало этого раунда. То есть уже будут потери. Ну, я уже его потерял, короче. Ладно, я их пополню из своих запасов. Что делать? Да, ну им просто какая-то ужас. Что-то такие огромные потери. Я в шоке. Просто. Феникса сложили. Это же просто охренеть, друзья. Так, что нам делать? Я думаю, что... Сейчас мы скомандуем... Кстати, экзорцизм 20 стоит. Сколько он долбанет? 327 существ. Ну, так себе. Так, давайте сделаем откат времени все-таки сюда. Ну, хоть чуть-чуть их так подняли. Так. Наверное, это аркристы. Сюда. Займем кого-нибудь. Так. Раз. Два. Три. И это ничего не даст, да? Это ничего не даст. А если вот так подтянуть... То, в принципе, наверное, и можно. А теперь наоборот его отодвинем. Чтоб этот мог выстрелить. Вот такая вот хитрая комбинация. Блин, ну мы их по 40 долбим. А их 3000. Сколько это будет продолжаться? Это очень жестко, друзья мои. 1300 выбивает какой-то лучник обычный. Это жестко. Это жестко. Так. Что мы сделаем? Надо наконец-то снять, наверное. Здесь отравление. Ну, возвращать его смысла нет. Во-первых, он чуть-чуть поднимется. Во-вторых, отравление вернется. Наверное, нам нужен, друзья... Еще вызов. А, у нас мана заканчивается. Давайте общее благословление. Так, здесь вот мы ударим барана, чтобы от ветки не прилетело. Ого! На 7000. Так, давайте все-таки, может, отравим? Пусть потихоньку теряет от отравления. Почему бы и нет? Так, здесь бить не бить, я не знаю. Наверное, лучше уйти в защиту. Так, что у нас здесь есть? Клинки, молния. Тут особо ничего не поможет нам. Стрелы хиды. Подождем. Ладно, здесь защиту уходим. Здесь опять-таки в состоянии... Транс... Ой, не, надо было защиту поставить. Магический щит. Что-то я протупил. Вот, здесь давайте полечимся. Так, ну тут надо делать. А, хотя нет, я мог его тоже полечить, в принципе. Так, ну вот это совсем жесть. Теперь эльфов, которых я не могу вернуть, еще убивают. Это совсем никуда не годится, друзья. Так, нам надо будет вернуть эльфов в нормальное состояние. Ага, это стоит сколько маны? Где этот... Возврат времени 30. Нам надо еще 6 единиц получить до конца этого уровня. И как это сделать? Какой хороший вопрос. Да, нужны какие-то исцелители, воскрешатели в нашей армии. Где их взять? Где инквизиторов найти? Демонологов можно взять. Ну что у нас будет с моралью тогда? Так, а еще нас Феникс убили. Просто вот взяли и убили. Ну, временно его завестим големом. Насколько голем простоит там? Очень мало он там простоит. Лучиком. Долбаные скелеты. Давайте толпить. О, рассыпали наконец-то мы. Ну, так. Давайте все-таки мы делаем возврат времени. Вот. Мне кажется, это важнее. Так, а здесь давайте мы полечимся. Все. Ого, плюс 48. Неплохо. А-а-а-а, зараза. Ты посмотри. Нет, ну, нету нам покоя. Что творит? Он восстановился. Теперь убили нам одного алхимика. С этим что делать? Можно же костануть. А он хоть первого, хоть второго уровня 30 стоит. Я не знаю, как это вообще. Кстати, умение перезарядило. Здесь прикольно. Как же нам алхимика-то вернуть. Непонятно. Вот так. И вернуть. Не вернулся. Что-то мы, походу, упустили момент. А-а-а. Какое-то это... Заклинание такое, конечно, еще. С ним столько мороки. Короче, алхимика мы упустили. Нужно нормальное заклинание воскрешения. Чтобы тут не париться с этими возвратами времени и прочей мутатой. Короче, алхимика мы потеряли. С чем я нас всех и поздравляю. Ну, бог с ним. Там у нас еще чуть-чуть ульфийском замке осталось. Мы все равно туда пойдем дракона искать. Так что пополним запас алхимиков. Что уж тут поделать. Кстати, удивительным образом без фениксов обойдемся, я думаю. Закончим эту... О-о-о, еще и глаза мне тут под конец. Ого, глаза разозлились и как ответили. Давайте глаза вернем. Сколько он там у нас забрал глаз? А, ну да, что-то вернули. Так, ну да. 12 глаз, один... Вернее, не алхимик, а инженер. Глаза сейчас из резерва возьмем. Ого. А что я эльфов забыл купить? Я забыл купить эльфов. Ну, их должно быть у нас 215. Вот это бы они долбили бы. Так, ну я даже не знаю, что делать. Наверное, надо мы поедем еще на остров. Найдем там дракона, возьмем инженера и эльфов возьмем. Ну, что у нас за армия, когда половина стэков эльфов нету. И выполним тогда задание. Так, остров как называется? Мерсалар, по-моему. Мерсалар. Мы выполним какие задания? Вот этот вот. На острове эльфов. Затерянный на москве в просторах. Это не годится, это не годится. Это непонятно на каком острове. Ну, ладно, дракона хотя бы найдем. Как же я собирался купить эльфов и не купил, а? Вот тоже вот. Склероз уже прогрессирует. Так, где тут эльфов продают? Нет, тут где-то чуть подальше. Вот тут где-то. А, нет, в замке, в замке. Нам в любом случае в замок надо. Ну, свали с дороги. Ты видишь, всадник тут скачет. Так, мы возьмем... Так, надо их оставить 45 опять-таки. Вот, и покупаем эльфов. Так, все, ищем дракона. Где бы он мог быть? Сказали, что на острове. Давайте облетим острова. По идее, дракон это не иголка. Мы его сразу должны будем заметить. Где тут еще острова? А, вот, смотрите. Вот оно. Только он не на острове. Ну, как и мастер, может имеется в виду остров эльфов. Так, равный по силе. 2, 2, 9. Надо будет осторожнее, конечно, у Кореи. Они будут эти драконы кусать. Только так. Ну, ладно, что делать. Вы хотите на напасть на отряд? Хотим. Так, вот он, этот Вериторий. Кровавый. Поселившись на Версале сотни лет назад. Дракон топит корабли, наводя ужас на всю округу. Это точно квестовый дракон? Что-то тут не сказано, что он по заданию нашей Валькирии будет убиваться. Так. Что у нас тут было про убийцу драконов? Нельзя его на всех поставить. Так, есть стрелы дракона, но это ни о чем. Игнорирует расстояние, сопротивляемость и 30% защиты. Нет, 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 нет. А вот есть точность, кстати. Вот если бы она на всех накладывалась, да? Но она не на всех накладывается. Надо выбирать. Видите? Выбирать это плохо. Интересно, третий уровень. Может на всех будет накладываться? Да, да, это будет хорошее заклинание. Вот, есть убийца дракона, кстати. Чего мы его не прокачали? Отряд наносит усиленный урон всем атакам дракона. Базовыми атаками. Бонус урон 62. Массовая, массовая, друзья. 25, зараза, стоит, а? Ну что такое? Ну что ты будешь делать? Кстати, гляньте, мы сколько кристаллов потратили, прокачав это все. Может и не хватить. Может нам имеет смысл все-таки прокачать там умения. Есть у нас по снижению цены. Потому что мы потратили где-то 140 уже кристаллов. И там мы только на второй уровень подняли заклинания искажения. А если их на третий поднять, то может и не хватить. Наверное, нам надо все-таки будет прокачать тот навык. Я почему-то считал его бесполезным. Но теперь мне кажется, что я ошибался. Так, ну что делать? Я не знаю. Надо все-таки, наверное, давать точность нашему самому вот этому точному перцу. Повысить нехило его урон, да? Урон плюс 54. Или общее благословление сделать. Черт его знает. Что тут можно за двадцаточку такого интересного придумать? Можно просто тупо секирой магии ломануть. Двое 800 урона. Это, кстати, может... Смотрите. Три, два. Два черных дракона погибнет? А что, у них не иммун? Давайте жахать. Да, у них, походу, не иммун. Реально закатали. Так, феникса, наверное, я думаю. Но все-таки пусть он у них... Дарк Ристы не отвлечет их. Посланник Регины не хватает немножечко ярости. Так, ладно, давайте. Отравление. Сюда бей. Одного. Тридцать два. Вот и посланник Регины прилетает. Отличный выстрел. Вернее, удар отличный от феникса. Один, два. Точно один, точно один. Ну, давайте так. Так, давай-ка, дружок. Лупани как следует. Великолепный стрелок. Просто изничтожает противника. А он даже не успел походить. Драконами, у которых сумасшедшая инициатива. Не успел походить. И новый уровень. Логово дракона. Так, что тут за артефакты? Так, что тут? Мишки, черные драконы. Так, боевой скреп. Воскр... А-а-а! Воскрешение! 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 Так, ну что? Это кому-то помогло стать лучше? Нет, друзья. Это был не квестовый дракон. Это был не квестовый дракон. А, нет. Надо поговорить с Хильдавоительницей. Нет, все правильно. Хильдавоительница. Где она наша? Вот она. Хильда, у меня хорошая весть. Дракон Вериторий Кровавый Мертв. Да, Олаф, я знаю. Слава всем богам. Моя клятва осуществилась. Мне удалось отомстить за павшую подругу. Прими же мою благодарность за твою помощь и знай, что теперь я достигла вершин своей мощи и что моя сила и могущество направлены на помощь тебе. Благодарю. Прекрасная Хильда Воительница. Она стала, да, пятого уровня. 275 лидерства. Угу. Отлично. Так, друзья, наверное, все-таки мы возьмем вот эту вот алхимию. Закачаем ее. Надо снизить. В половину раза мы снизили стоимость заклинаний. И берем магию хаоса. Магию искажения третьего уровня. Прошу прощения. Вот. Смотрите, как быстро расходятся кристаллы. Так, что у нас здесь? Три атаки к силе атакующих заклинаний. Мораль. Что-то там разрушаем. О, две руны духа. Это прям великолепно. 20% вероятности крит удара. Ну, это прям, 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 прям. Но нет, мечик у нас получше будет. Поэтому тоже разрушаем. Три руны силы. Прям великолепно. Так, все, друзья. Победитель драконов. Да. Вы выполнили задание Валькирии Хильды. Победив могущественно Веритория Кровава и его армию драконов. Теперь с честью носит титул победителя дракона. Вдохновенный. Получить все таланты ветки своего класса хотя бы до первого уровня. Новое достижение у нас. Ну, супер просто. Так, все. Теперь мы качаем все заклинания. Надеюсь, хватит на это кристаллов. Сталов. Расходы достаточно серьезные. Массовая. Вот, друзья. Ну, стоит, правда, 16, но зато массовая. Камникожа тоже, наверное, массовая станет. Защита 52%. Неа, камникожа не стала массовой, на удивление. Замедление, наверное, будет массовое. Неа, минус 3. Неа, не массовая тоже. Поразительно, честно говоря. Почему так слабо все это? Так, оковы магии. Ого. Массовая. Источник магии. Защита. Мана плюс 5. Ну, так себе. Зеркало боли. Вернет 173% урона. Масляное облако. 75% уедемость к огню. Ловушечка. До 6500 может доходить. Урон от ловушки. Ну, что, пока есть кристаллы. Живем. Фантом. Больше всего, что я хотел прокачать. Здоровье фантома 71%. Три раунда живет. Неплохо. Телепорт. Переносит союзный отряд свободную клетку на любое расстояние. Ну, столько союзный. Вот жаль, что не действует на врага. Прям очень жаль. Качнем экзорцизм. Двойной урон призванным. 6875. Сумасшедший урон. Гипноз. Дорого все стоит. Уровень цели 1.4. Два раунда. Возврат времени однозначно надо. Уровень цели 1.5. На любую цель действует. Ну, тоже надо умело пользоваться, конечно. Воскрешение. Я чуть не забыл, друзья. Воскрешение. И полностью мы его прокачиваем. Воскрешает погибший существ в выбранном отряде. Восстанавливает здоровье. 2615. Кстати, маловато. Уровень цели 1.4. Да. Пятый уровень не воскрешает. 30 стоит маны, но это прям, это прям, прям, прям. Я его так жаждал найти, что прям просто праздник у нас. Теперь я только хочу еще найти цепь молний, наверное. Так, глянем, что у нас представляет собой магия искажения. Никаких вот, к сожалению, кроме экзорцизма, атакующих заклинаний нету, я бы сказал. Ну, искажение оно не про это, но все равно мне бы хотелось бы что-нибудь массовое. Вот поэтому я хочу найти цепь молнии. Друзья, наверное, хаос мы не будем качать. Просто по одной причине, но скорее всего не хватит кристаллов магии. Мне так кажется. Ну, в общем, пока не стоит. Тут найти бы действительно цепь молнии, это магия порядка. Прокачать его... Ну, ладно. По одному крутому заклинанию, как говорится, за серию. Мы очень крутую вещь нашли. И прям... Я очень рад. Наконец-то у нас воскрешение. В принципе, нафиг этот возврат времени. Он очень, конечно, такой... Так, давайте еще, раз мы уровень получили, подзаберем с собой существ. В общем, возврат времени очень такое тонкое заклинание. Надо постоянно помнить про него. Не забывать его, как бы... Не забывать его кастовать. А со мной такое часто бывает. В полубитве я теряю счет раундом. Следопытов возьмем отсюда, почему бы и нет. Этих тоже возьмем отсюда. И заедем еще... А, архимагов мы возьмем в Гринварде. На пляже у моряка там. И вот у нас тут, в принципе, мне кажется, неплохая армия. Так, ну все, здесь больше делать нечего. Погнали в Гринвард. Так, возьмем... Архимагов. Архимагов. Две штучки. И поплыли сюда. Ну, вампиров, наверное, подождем пока бить. Давайте... Там какой-то отряд был, который более-менее с нами на равных. Давайте с ним замахаемся. Вот эти. Немного сильнее. Думаю, с ними сразимся. Так, у нас там все о норме. Манна, все дела. Так, ну да, здесь кто самый противный? Это явно... Некромант. Так, ну что, давайте смотреть, что у нас. Точность может забабахать. Так, нет, где все заклинания? Точность, наверное. Или что у нас еще такое вот интересное прям есть? Так. Маковые магии-то... Кстати, дорого стоит. Но, правда, массово это круто. Так, фантом у нас теперь просто отпадный. Гипноз. 1.4 уровень цели. 40 стоит маны. Кстати, цены... Цены, мама, не горюй. Да, я думаю, что точность самая нормальная будет заклинание. Оно еще что-то на всех кинулось. Хотя достаточно странно. Это вроде магический урон. Ну, по крайней мере, точно будет действовать на эльфов. Ну, и феникса традиционно. У нас слабенький, конечно, предел маны. Что-то 121. Было 136. Он опустился. Надо бы его как-то все-таки поднять, может. А то тут цены, вы видите, 40, 35. Прям космические. Так, ну лупи, друг. Вау! Вау! Охо! 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 16 с половиной тысяч. Ха-ха-ха-ха! Офигеть! Это же просто офигеть! Сейчас еще второй эльф стрельнет. Но тут надо весь фокус в том, чтобы использовать базовые атаки. Так, ну на архимяга, да, не действует. Ну, мы здесь давайте по-своему поступим. Вот так вот. Давайте, наверное, вызовем посланника. Пусть он тут их немножко займет. Блин, ну эльфийские стрелки. Это прям, это прям. Особенно с точностью. Так, давай, друг. Вдруг до 4600, а если двойной сделать? До 8000. Ну, мне кажется, здесь точность не сыграет тогда. Давайте попробуем обычным стрельнуть уроном. Мне кажется, он тоже должен что-нибудь тут под 16 выбить. Нет, я ошибался. Уровень урона описали точность. То есть, какой именно выпадет. Надо было двойной лупить выстрел. Ну ладно, кто знал, в принципе. Интересно, вот как еще точно издействует на инженера. Мне вот прям, прям не знаю. Ну давайте запульнем, конечно. Ну, по-моему, обычный урон. Так. Ну, здесь заканчиваем. Со всеми. Да ладно ты, вампир ты глупенький. Что ж ты сможешь сделать? Урон 3100, если с отравлением 3200. 4800 на крите. 4200. Ну, более-менее. Так, что он тут охранял? О, как раз то, что доктор прописал. Магические кристаллы. Да, друзья, когда увидел, что у нас их 330, я подумал, что можно вообще об этом не беспокоиться. Но, судя по всему, я ошибался. И уходят они только так. Фух. Ну, вот так вот, мне кажется, неплохо. Неплохие шансы у нас, чтобы практически без потерь очистить этот остров. Но, эти шансы мы будем испытывать, проверять в следующей серии. А сейчас я желаю вам всего самого доброго и всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok